Здарова всем парни, у микрофона Тусика, но сегодня хотелось бы записать вот такой вот ролик, как проходить зенит втроем довольно таки просто. Опять же, разберем как проходить, какие фишки, какие баги, какими классами и все такое. Ну что, поехали? Итак, что касается снаряжения, в котором нам идти. Вообще, в идеале это снаряжение Шторм, довольно таки хорошее, классное, жаль только была в контрактах и непонятно когда введут. Ну, кого оно имеет, соберите, не пожалеете. Дальше идет у нас снаряжение Блэквуд, его можно купить в магазине за короны. Ну и снаряжение Авангард, которое вы можете купить в том же магазине за варбакс. Итак, давайте начнем наш разбор со снайпера. А именно, что делает АВИК. Вообще, можете идти любыми классами, то есть можете идти в 3 штурма, можете в 3 инжа, то есть АВИКа брать не обязательно, это повод взял, чтобы вам показать. Вообще, самый идеальный вариант, конечно, это идти в 3 штурма, потому что с пулеметами или же с другим каким-либо оружием. Какое оружие брать я вам не скажу, потому что для каждого свое. Зенит это не та спираться, на которой нужно это все дело делать. В общем-то, сразу же, как только вы пришли, сразу же активируем комп и активируем все терминалы, все 3 штуки, а затем активируем подсад. Итак, так как вы, играйте за АВИКа, то есть ваше дело это смотреть вверха. В принципе, сначала ничего трудного, мы будем разбираться с вами по одному классу и каждый этап, что он делает, чтобы вас не запутать. Собираем рез, который поблизости и убиваем ботов. Пока терминал не появился, именно не появилось, скажем так, хп терминала, вы можете делать все, что хотите. То есть вот эту вот волну и следующую волну, пока будет активация, вы делаете все, что хотите. Ну и давайте перенесемся к вам, к активации. Итак, как только ваш тиммейт активировал терминал, полетят гранатометчики. Вы находитесь в первом терминале и ваша задача отстреливать вот этих вот гранатометчиков. И да, здесь небольшой лайфхак вам. Если гранатометчик приземляется вот на этот вот синий контейнер слева, который находится прямо у вас, то вы можете его не снимать. То есть он тупо приземлится и будет сидеть, ну, чилить и не дамажить терминал. То есть вы банально можете тогда багать двоих гранатометчиков и не париться. То есть они тупо будут сидеть на этом вот синем контейнере и вот все будет хорошо. Вот, гранатометчик сел и вы его не трогаете. И говорите вашим тиммейтам, чтобы они его тоже не трогали. Если что, может также прилететь туда и второй, но, как вы видите, у меня он за всю катку так и не прилетел, поэтому мы сносим с вами одного гранатометчика. Если у вас с ним они слажены и люди плохо стреляют, то убивайте этого самого гранатометчика и помогайте им убивать лсу. Грана, который сидит на синем контейнере, мы не трогаем. И так вот проходит у нас первая волна. Итак, на втором терминале мы с вами садимся вот на это вот место. Нужно это для того, чтобы закрыть ботов, которые находятся справа и слева, чтобы они не спаунились. И здесь тоже есть небольшой лайфхак. Щитоносцев, которые вылазят, мы не трогаем. То есть ваша задача убивать тяжелых пехотинцев и снайперов. Почему не трогаем щитоносцев? На Зените есть такое правило, как и во всей игре, что на карте может находиться только определенное количество тех или иных ботов. И поэтому мы щитов не убиваем. То есть щиты, они как бы нас не дамажат толком. То есть они дамажат очень-очень мало, но вы при этом успеваете отрегениться. Поэтому мы из этого делаем вывод, что говорим нашим тиммейтам, чтобы они не трогали щитоносцев. То есть мы их не трогаем, они тупо стоят на одном месте, стреляют по нам и благодаря этому боты не спаунятся. А мы в свою очередь убиваем только снайперов, которые прилетают сзади нас, справа от нас и слева от нас. И в принципе ничего, довольно-таки очень легкая волна, на которой можно спокойно пойти пособирать резцы. Но это уже дальше. А так багаем щитоносцев, их не убиваем и убиваем только снайперов. И на очень легкой. Давайте проходим этот этап. На третьем этапе мы бегим вот сюда, то есть зайдемся вот в этот вот канал. Нужно это для того, чтобы опять же закрыть ботов. Здесь тоже ничего трудного, ваши тиммейты убивают лсушников. Но вы чисто сидите и смотрите вот эти вот два верха. То есть снайпера и гранатометчика, который приземляется. Опять же, не говорю, что надо именно авиком это идти. Смотрите, это может смотреть как штурмовик, так и инженер, так и медик. Вот, просто идете тем классом, каким вам удобнее, с каким вам проще всего стрелять. И смотрите вот этот вот верх. В принципе ничего трудного. И этот этап у нас проходится вот таким вот образом. Итак, разберем теперь класс второй, который занимается у нас, собственно говоря, убийством лсу. Итак, вы садитесь вот сюда, вот в малый контейнер. И с малого контейнера убиваете всех ботов, которые идут по терминалу. Это если что первая волна. То есть ничего трудного, просто встали вот так вот и не даете им садиться, во-первых, за пулеметы. А во-вторых, чтобы они не мешали авику, пока авик убивает ваши верха. То есть ничего трудного, просто вот сели в малый контейнер и вот таким вот образом отстреливаете ботов. Думаю, это понятно. Переносимся на второй терминал. На втором терминале, в принципе, тоже ничего такого сложного нет. Мы опять же багаем щитов. То есть убиваем тяжелых и оставляем живых щитоносцев. Ну и можно помогать авику убивать снайперов. Ну или же пойти помочь третьему вашему тиммейту пособирать ресурсы на этой волне. Думаю, второй этап тоже довольно-таки несложный. Просто-напросто багаем щитоносцев и их не убиваем. В принципе, ничего трудного. Переносимся на третий этап. Итак, на третьем этапе мы с вами становимся вот сюда, в притык к этой вот скале. И мы с вами должны закрывать лсу и снайперов. То есть опять же здесь ничего трудного. Желательно не держаться в этой вот зоне, где нахожусь я. Я не знаю, поняли вы или нет, но это нужно для того, чтобы справа бот, который за этим ящиком спаунится, не вылазил. В принципе, ничего трудного. От вас нужна только лишь стрельба по головам и хорошая реакция. Смотрим лево-право и убиваем всех ботов, каких мы только видим. Приземляется авик и убиваем его сразу же. А также убиваем лсу. Ну и по возможности поворачиваемся направо и убиваем ботов справа от нас, которые находятся. Если они там, конечно же, будут. Ну а так, этап тоже довольно-таки легкий. Я бы даже сказал просто. От вас ничего не требуется. Стреляете по головам лсу, убиваете авика, ну и спокойненько проходите этот этап. Ну и давайте разберем класс, который бегает по ресурсам. Опять же, это может быть абсолютно любой класс. Итак, как только вы отстреляли первую волну. То есть вот первая волна, когда вы активируете генераторы и так далее. Когда вы все активировали, вот после контрольной точки появляется активировать главный терминал. Вы же, как игрок, бегите по ресурсам. То есть вообще ничего трудного. То есть запомните, бегите вы на первой волне и на второй. То есть вот сейчас, когда появляется кнопка активировать главный терминал, вы бегите по ресурсам. То есть вы бегите по всей карте и собираете ресурсы. То есть абсолютно ничего трудного нет. Просто по всем местам абсолютно. Ресы могут быть как на краях карты, так и в траншеях. Это самое важное, не забывайте проверять траншеи, потому что рецы там тоже у нас бывают После того, как вы пробежали по всей карте, вы бегите на активацию этой шляпы И как только боты кончаются, вы активируете ее и возвращаетесь на терминал И начинается ваша, скажем так, следующая миссия Итак, как только вы вернулись в терминал, ваша задача защищать авика А именно, давать ему патроны и все такое, если он не штурмовик, конечно же Вы бегаете от окна к окну и не забывайте чекать этот коридор Потому что там тоже бывают боты И да, чуть не забыл, закрываем обязательно вот эту дверь Ее закрываем, как только появляются хп у терминала, не перепутайте Если что, завези не вставить только одна дверь, это вот эта Итак, в принципе, ничего трудного Просто бегаете от окна к окну, проверяете в правый вход, откуда могут также прийти боты И в принципе, ничего трудного, то есть, реально, серьезно, ничего сложного Все, что вы делаете, это просто бегаете от окна к окну и помогаете стрелку, который смотрит RPG Если вдруг у него притык находятся боты, тоже их убиваете Я думаю, этот этап понятен и зацикливаться на нем нет смысла Переходим на второй этап Итак, на втором терминале у нас появляются задания Вы, как игрок, который бегает по рессам, начинает бегать по рессам То есть, пока ваши тиммейты багают в щитоносце, вы так же само пробегаете по всей абсолютно карте и собираете ресурсы Также на этом этапе бывают появляются задания, связанные либо уничтожить контейнер с джиггернаутом Или же сбить десантный вертолет, или же взорвать лазерные батареи, ну или же что-либо отключить Вне зависимости от этого задания, вы бегите его выполнять Если вы спросите, а если, допустим, джага или верт, как и быть Ну, все очень просто Там, где вы подсаживались, где вас подсад открывали, там будут гранатометы, два штуки Берете один гранатомет в самом начале, когда вы подсадились, и его с собой и ходите держите Чтобы в случае, если джиггернаут, контейнер за джиггернаутом, вы подошли, два раза с РПГ стрельнули и в него И он умер, не надо тратить на него рессы Ну, а если десантный вертолет, то то же самое, взяли граны, его сбили Он, если что, сбивается даже гранатой Но для этого нужно, чтобы граната взорвалась прямо в притык к нему Не от реката Шетила, а именно прямо в притык к нему взорвалась И все Сделали задание, и дальше пробегайте по всей карте и собирайте ресурсы И да, важный аргумент, аккуратно мины Там, где задания, мины возле этого задания восстанавливаются все Поэтому будьте бдительны и аккуратны А так, выполнили задание, пробежали по всей карте, собрали рессы Ну и челите, переходим на третий этап Итак, друзья, что нас касается третьего этапа Вы становитесь вот сюда вот на мостик, который находится на третьем терминале И ваша задача убивать ботов, которых вы видите То есть вы крутитесь на 180 градусов и просто-напросто убиваете все живое Что только видите Боты могут как приземляться на БТР, так и в канаву, так и просто где-либо вылазить Поэтому ваша задача их просто-напросто сносить и не давать уничтожать терминал Если что, если все хорошо стреляют и терминал вы не чините То есть у вас будет примерно там 1011-14 кариесов Если вы не будете чинить терминал Вообще терминал чинится один раз за зимой, даже втроем Но это крайний случай Вообще, если все вы стреляете правильно и все всю волну закрывают Он вообще не чинится и не ломается даже Это я лично знаю, потому что я это лично проверял Поэтому могу это утверждать А так, просто сидите, отстреливайте ботов Ну и в принципе ничего трудного Итак, хотелось бы еще упомянуть, что после того, как волна закончилась Если у стрессов там мало и так далее То можете не активировать джиггернаута А побегать все вместе по карте, собирать ресурсы Но это опять же как хотите То есть если у вас вдруг там ресурсов мало и так далее Вот, ну а если у вас ресурсов достаточно Или вы тупо спидраните, то бейте, активируйте джиггернаута Ну и все вместе его быстро сносите Я думаю объяснять, как это делать, но я не знаю Просто все вместе его зажали и уничтожили Ладно, короче, поднимаемся наверх Итак, как только вы поднялись наверх, здесь у вас два варианта То есть если у вас ресурсов до хера и ресурсов мало В принципе рассмотрим оба Аккуратно зачищаем ботов и идем к пушке нашей с вами любимой И да, аккуратно мины Самое конечное здесь это щитоносцы Поэтому кто-нибудь один всегда за щитами, смотрите Другой стреляет в пушки, третий толкает И да, убиваем ботов, которые летят Это делает тот, кто стреляет в пушки Итак, если у вас мало ресурсов То делайте как мы То есть убиваем те башни, которые убиваем мы Если ресурсов прям вообще мало То просто ждете перезарядку на этих башнях И стреляете Вот, просто-напросто Дальше просто без комментариев Посмотрите, какие мы башни сбиваем И делаете так же То есть некоторые башни можно тупо оставлять в живых Потому что, ну, они не столь критичны Вот, ну и вернемся с вами на громы Более настал Боль с земли собрал ладони Такая смерть достойная Это агония Разбитыми губами улыбаешь Что изволе Дело можно сломать Веру не позволю Любовь заполнить сила Неведомых размеров Мою горчугу не разбит она Любовь и вера Я стал, я готов Не отступать и не сдаваться Я славянин У нас это в крови такая нация Судьба купает, сука Мне и не нужна другая А битва это славься От края до края Кровь вскроется Грехи простятся Тело выживет Я в бою живу Ведь там я к предкам ближе Моя душа питает мое тело Мою горчугу не разбит она Любовь и вера Кровь вскроется Грехи простятся Тело выживет Я в бою живу Ведь там я к предкам ближе Моя душа питает мое тело Мою горчугу не разбит она Любовь и вера Кровь вскроется Что касается грома Оставляем два коресов обязательно на него Один типочек бегит к грому Чтобы его загореть и так далее Ну а другой типок Когда отталкивает пушку, вы стреляете, сразу же перезаряжаете типок, который находится на громе, его агрит. И как только гром повернулся левым боком, немножко прошел, стреляем в него. Думаю, на геймплее все понятно и видно. После чего типок добивает его, открывает дверь и поздравляю, миссия Зенит пройдена. Ну и давайте рассмотрим еще вариант, где гром выжил и вы промазали. Итак, что же делать, если вы промазали с пушки или же у вас нету резов, и это ведро с болтами все-таки вышло по вашу душу? В принципе здесь ничего трудного, то есть банально вы также открываете этого самого грома и ваша задача его загреть. Здесь несколько мест, когда его можно агрить и багом убивать, но мы рассмотрим все-таки мой любимый домик, который я так люблю. Итак, открыли грома, сразу же его агрим на себя и начинаем сразу же дамажить ему, его кабину, чтобы снимать броню. И введем его аккуратненько в дом, где в пиксель аккуратненько его убиваем. И да, будьте осторожны, бегите с щитов, это ребята довольно-таки конченные. И да, пока идет гром к нам, вы как можно больше ему урона впитываете. Вот то есть банально становитесь так, чтобы он вас плюс-минус не видел и дамажите сколько можно. То есть пока он к вам не подойдет или начнет, по-моему, стрелять, тупо ему дамажите как только можете. После чего все забегаете в дом и один или же два человека в пиксель расстреливают грома. Ну дальше сейчас вы увидите, как это все дело делается. Капли по стеклу, как пальцы старого топера. А помнишь, наш город бутылка Когора. И мы, как взрослые, все понимаем и молчим. А в кармане от пустой квартиры бренчат ключи. Было просто пасмурно, ерунда. У тебя турболайф, у меня тур по городам. Тебя не изменить, меня не переплавить. Я забыл тебя забыть, ты меня поздравить. И серым облакам наплевать на нас. Если знаешь, как жить, живи. Ты хотела плыть, как всем, так плыви. Но я жду чудо, как двадцать лет назад. А ты не веришь, как Москва слезам. Хватит сказок и детских историй. Ты права, возможно, ждать не стоит. Но я жду чудо, как двадцать лет назад. И пускай это детский азарт. Знал любовь, помню боль. Увидел море, иллюзий нет, надежда есть. И серым облакам наплевать на нас. Если знаешь, как жить, живи. Ты хотела плыть, как всем, так плыви. Но я жду чудо, как двадцать лет назад. А ты не веришь, как Москва слезам. Ты права, возможно, ждать не стоит. Но я жду чудо, как двадцать лет назад. И пускай это детский азарт. Пусть не считай, я все просчитал. Но скоро станем другими. Это знал еще в колыбели. Полужизни плыл на правый берег. Теперь я тут навестал потери. Другой маршрут не кидаю заем. Ни свой вечным блудем решаюсь. Я невозможно глупость, так что я поверил. Так долго шел, но теперь и цель. Я из черно-белым строим схемы, чтоб не дело сделал сам. Перемены постепенно, мы не верим в чудеса. Правда нет, все весна. Не забудь, как смерть икса. Отходился снова, холод вечно в поисках себя. На пути к большой дороге, под ногами серпостин. Каменные блоки закрывают ориентиры. Время замедляет, но для тебя мы прибавляем ритм. Я в толпе топлю со всеми, но я навсегда один. Паре безости, фортуны, скале челюсть. На пути к большой дороге, под ногами серпостин. Мне не выйти, как итоги, на свободе заперти. Я не мог завязать, это был принцип. Мой вкус детства, шмальный пинстон. Не родился сходу принцем, из амбиции лишь убийца. Скинул вес и нахуй бицепс, старикем, проснувшись в 30. Жирный пресс, все что мне снится, нужен чек, как у Джей Бинс. И пусть это было тогда, со мной остается он вечно. Опыт тех утрат, хотя кому-то было легче, просто зная. Я на поддержку не рассчитывал, не верил. Мотивации больше спел своих родителей. Боли, нищета нам надоело, сбился тысячу раз, но надо делать. Спорим, ты считал, я не из бедных слов, но прогулялся в моих хедах. Как бы ни швыряло, я был предан, ведь меня спасало мое кредо. Улыбай всем, кто меня предал, пусть теперь питают мое. Я весь в черно-белом строим, с кем и чтоб не дело сделал сам. Перемены постепенно, мы не верим в чудеса. Правды нет, цель ясна, не забыть как вертекса. Отходоваться снова, холод вечно в поисках себя. На пути к большой дороге, под ногами сыр пастин. Каменные блоки закрывают ориентиры, время замедляет. Но затем мы прибавляем ритм. Я в толпе, топлю со всеми, но я навсегда один. По любезности, фортуну скалит челюсть. На пути большой дороги, под ногами серпантин. Мне не выйти, как итоги, на свободе заперти. Это твой трэш по формату 18+. Это наш хаб, по-любому сделанный со вкусом. Это твой движ, как ягудзе рассекает ветер, позже поспишь. А пока на пати те, 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 те. Это твой трэш, это твой сплэш. Также застелят за мани, душу залезет. И тыкаешь летом, а не дослетают в лето. Куда ты их, кто ты налым и валом? Штакеты так поглощай. Ай, насыпай, наливай, или прикури, знай. Веру знай, не зевай, дай, не дури, край. Бэй, играет война, и ты стремятся прочь. Знаю, детка, знай, ты у мамы, плохая дочь. Ай, мы возводами, закатами порой. Летний зной, нипочем, увлеченные игрой. Ай-яй, заиграешься, подруга, не спеши. Это твой рай, это рай запущенной души. Эти волны красивы, в лучах заката. И секунды замирают, в лучах софитов. И ты вспомнишь то, что было с тобой когда-то. Хватит звучать и танцевать. Тебе хватит поверить в ритмовый. Ай, ты красивая, ай, ты хорошая, ай, ты младочка с темною кожою. Ай, тебе равных нет, словно моя звезда. Ай, как чаруют, чаруют твои глаза. Ай, ты красивая, ай, ты хорошая, ай, ты младочка с темною кожою. Ай, тебе равных нет, словно моя звезда. Как чаруют твои глаза. Воздуться, двигается в ритмах танца, словно на обложке глянца Я теряю свой рассудок и не сплю пять суток Сложно, сложно в тебя не влюбиться, сердце стало чаще биться Я буду сама убийца, дай тобой напиться Остановись, сопротивление сил Я тобой болен, я тобой победим Быть рядом с нею, найду сотни причин Словно жизнь, отдержи, отдержи, отдержи